Музей природы Готовила специальную программу «Стать музейщиком за одну ночь» для всех желающих увидеть музей с другой стороны. С ночевкой. Да. У нас в студии замдиректора по научной работе музея Юлия Шаклина. Доброе утро. Доброе утро. Ну что, Юлия, что значит «стать музейщиком»? Будут гости выполнять какую-то работу в музей? Роль гида. Сотрудников? Что они будут делать? Ну, конечно же, настоящим музейщиком за одну ночь-то стать не получится, это понятно. Но они что-то попробуют. Они всё увидят. Они увидят совершенно другие стороны музея, они посмотрят на музейные экспозиции, услышат другие истории про эти экспонаты, абсолютно другие. Да, вот это вот на самом деле не зуб бобра, это вот его копия, да, или что? Нет, но на самом деле у нас же вот стоят экспонаты в экспозиции в определенной логике, да, логика вот научная там какая-то, просветительная и так далее. А на самом деле каждый музейный предмет имеет свою какую-то фантастическую историю, там, в общем, очень долгую. Ну, где, откуда везли, вот это. И как его изгад... И как он, в общем, к нам пришёл. Там много всяческих вот... Как их... Ну, начнём, не успеете столько рассказать. Вы прекратите, мы готовимся. Поэтому, в общем, там даже есть и какие-то такие мистические вещи, которые ночь же мы, в общем, всего дадим. И ужасов, и ага, и всего. Серьёзно? Возможность... Да, в природе. В природе, нет. Там большая очень программа, там будут и, в общем, вот секреты музейной жизни вот наших экспозиционеров. Они расскажут о том, как мы делаем эти выставки, какие, собственно, у нас в связи с этим там возникают проблемы, смешные истории, возможно, какие-то там сложности. В общем, это на самом деле очень интересно. Мы вот заметили по своей работе, когда музей только строился, и мы открывали их для посетителей вот чуть-чуть раньше, чтобы можно было увидеть прямо вот этот монтаж, да, как происходит расстановка экспонатов, там, как все... И народ, собственно говоря, прям встает и смотрит. Они не идут дальше, им интересен сам процесс. Ну, всегда интересно, когда кто-то работает, а ты стоишь и смотришь. Это самое интересное, да. В общем, поэтому мы решили продать на этот билет, да, показать, как это всё делается, в общем, в ночь. Ну, и плюс там будут всякие интересные программы, совершенно не характерные для музея, то есть, в общем, там будут всякие мультимедийные какие-то проекционные шоу и чудеса, музейный квиз. Прости, господи, в общем, мы в проекте. А, вот что и больше всего. Мне не вот тяжело готовить квиз, да? Ну, не почему. Не, у нас талантливые люди, в общем, поэтому они стараются. То есть там такая будет очень концентрированная программа, которая будет идти с вечера, длится, в общем, она, по-моему, до 4 часов ночи. То есть прямо вот очень-очень плотно, да. Серьёзно. Так в 4 утра можно будет взять спальник и спать. Действительно можно прям ночевать. Не просто всю ночь там веселиться и что-то делать. Расскажите. Это по-настоящему ночёвка в музее. Где будут спать люди-то ночевки? Для того, чтобы они спали комфортно. На спине у мамонта можно поспать? Нет. Основной фонд российское изготельство запрещает. Мы даём замечательные вот эти вот кресло-мешки. Поменьше животные там. Можно устроиться в любом месте, где вам интересно. То есть вы можете поставить этот кресло-мешок там, где хотите, укрыться сверху спальником или пледом. И, в общем, вот под звуки природы, вот так прижмуриваться, смотреть, в общем, вот на профиль, например, нашей Матильды или на шерстистого носорога, или, например, на какие-нибудь там лилии вот эти древние. Просыпаешься ты ночью, забыл, что ты в музее, ты смотришь на шерстистый носорог. Ты такой, о, извините. Я возле драгоценных каменьев. Возле каменьев, может, актер, только в курсе. И розовый фламинго у нас там тоже есть, можно помечтать и всяческих, в общем, хороших историй. На самом деле там будут возможности и в выставочных залах будут выставки. То есть вы действительно выбираете место, где бы вам мечталось увидеть вот какой-то такой вот, вот первый раз в жизни может быть сон рядом с мамонтом. Мне кажется, это должно быть потрясающе. Целевая аудитория. Рассчитана ли программа на детскую аудиторию? Есть какие-то вообще ограничения по поводу участников? Да, конечно. Количество участников ограничено? Мы ограничиваем и количество участников, потому что, во-первых, это пилотный проект. Мы первый раз пробуем, обкатываем программу. Мы ограничиваем наших, в общем, пятью-десятью гостями. Билеты еще есть? Билеты еще есть, да. Пока их можно приобрести. Ну, во-первых, еще неделя до музея, но еще можно это приобрести. Во-вторых, мы, конечно, ограничиваем возраст, потому что то все-таки мы сейчас, повторяю, что это пилот, впоследствии мы планируем детские программы, но тут есть юридические сложности для того, чтобы, собственно, детей, даже обязательно сопровождающие, там доверенность, в общем, это не просто. Позвучите рамки. 18+. 18+, да. То есть мы работаем со взрослой аудиторией, то есть которая вот как раз готова провести интересную ночь. И на самом-то деле, вот когда взрослому человеку говоришь, слушай, представляешь, можно со спальником по-настоящему с фонарем переночевать в музее. Прикинь, да, он первая мысль-то, он не говорит, что, «А, я возьму с собой ребенка». Он говорит, «Отлично, иду». То есть, и вообще поэтому мы решили, что это хорошая будет достаточно история. Супер, после рекламы вернемся, другие подробности узнаем. У нас в гостях Юлия Шклина, заместитель директора по научной работе Новосибирского краеведческого музея, музея природы. И оказывается, в акцию «Ночь в музее» 19 мая можно будет переночевать в музее природы, узнать много нового и интересного. Что взять с собой нужно? Ну, с собой мы, в общем, как бы ограничиваем людей, только в том, что, в общем, мы просим, как обычно, на культурной акции не брать с собой алкогольные напитки. В общем, то есть, а в целом вы можете взять с собой перекус, чаек, что хотите. То есть, вы идете вот на долгую программу, хотите, если вы можете брать с собой свои же, там, например, спальники, пледы. То есть, тут вопрос, собственно, индивидуальный. Кто как хочет, в общем, подушечку возьмите. Борщичок в контейнере. Ну, и дошек на утро. И дошек, да. То есть, ну, тут уж кто как любит уже. Мы, конечно же, будем, да, мы предоставляем легкий ужин, мы будем кормить легким природным завтраком. Но, в общем, да. Природным это подорожником? Нет. Это, опять же, с теми же зверьми, которые будут вам в рот заглядывать. В общем, на самом деле, то есть, программа, мы рассчитываем, что, то есть, если, например, там люди проголодают все еще, то мы, конечно же, в общем, не бросим их в виде. То есть, мы предусмотрели такой вот полноценный досуг, когда человек приходит, он ужинает, он проводит время, он там отдыхает, и, в общем, то есть, проснувшись утра завтракает, и, в общем, благословленные, в общем, нашими сотрудниками, которые пережили с ним эту ночь. Я немножко не поняла насчет того, что люди увидят экспонаты с другой стороны, с которой посетители их не видели. Это с какой же? Вы что, будете выворачивать шкуру наизнанку? Как это? Нет, мы обойдемся, я думаю, без выворотов, шкуру наизнанку, но при этом мы планируем показать и экспонаты такого же типа, которые хранятся в фондах-хранилищах. Но вы должны понимать, что у нас, например, если есть две лисы в витрине, на самом деле у нас их порядка 20. То есть, я не постакануешь. Зачем? Потому что экспонат, который стоит в витрине, он испытывает сложности. То есть, на него попадает свет, он пыль и так далее. И раз, минимум в год, мы должны их менять для того, чтобы экспонаты отдыхали. Чтобы вы чем-то их там обрабатываете? Нет, конечно, да. Но в любом случае они должны отдыхать. И вот раз в год они уходят обратно в хранение, в темноту, обрабатываются реставраторами для того, чтобы они не утрачены были. Даже чучело должно отдыхать. Чучело должно. Единственное, у нас лося трудно куда-то отдохнуть, отправить, потому что лось один, во-первых, во-вторых, он огромный. А в целом, собственно, все остальные экспонаты, они периодически ходят отдыхать. И про них мы тоже расскажем историю, покажем их, как они, собственно, вне витрин существуют, в общем, как это все происходит. Конечно, с несколько с другой стороны. То есть, не то, что мы там... При желании вы можете заглянуть и с другой стороны на волка, если есть такая мечта. Будут эксперты, которые будут проводить мастер-классы, будут путешественники, которые будут рассказывать там какие-то свои истории. Кто все эти люди? Это любимые нами друзья и партнеры музея, с которыми не раз уже мы проводили много проектов. Во-первых, это Институт систематики, который... Наши давние партнеры фотоконкурса, история природы Новосибирской области, много лет мы с ними работаем. Это наши партнеры, которые помогают нам организовывать вот те самые экспедиции природные, когда у нас наши сотрудники ездят, собирают там и природные экспонаты, и какие-то там, в общем, примеры почв, там, в общем, что только они не ведут. Вот, и поэтому, то есть, и плюс просто наши коллеги там фотографы, которые тоже, в общем, в этом деле будут участвовать, и они расскажут о том, как они были, как они что видели, и, в общем, такая прекрасная история. Какой еще интерактив? Профессионалы. Предполагается. Интерактив миф о животных я читала в пресс-релизе. Можете нам парочку мифов о животных рассказать? Парочку мифов о животных я, да, имею одну историю на этот счет. Относительно, нет, ну, про наших животных, там будут прям такие, знаете, мифические, мистические истории, прям про тех, которые в вокзальной магистрале. Например, есть у нас сова, как вы знаете, там сова, чучело совы, которые, в общем, в полете и так далее. Вот эта сова, когда монтировали экспозицию, ее повесили в пять разных мест, она отовсюду падала. То есть, ну, прям падает и все сама. А потом оказалось, что вот только когда она оказалась, в общем, на площадке, которая похожа на место ее обитания и рядом с охранником, она падать перестала. То есть, вот такие вот мифы и мистика, да, которые происходят. Это какая-то мистика. В общем, короче, в музее... Вы будете легенды своего музея рассказать. И не только, да, относились всяческие там, в общем, про предметы, про зверей, про этих, то есть, особенности их жизни, там, привычек, в общем, и так далее, и так далее. А вообще, каждую ночь сотрудники остаются же ведь, да, в музее? Это, наверное, и сторож, и кто-то, кто что-то вот монтирует по ночам. Да, ну, не каждый, но у нас есть служба охраны, которая дежурит круглосуточно. Им, наверное, нельзя на этот интерактив? Они же потом откажутся от работы? Ну, посмотрим. Мне кажется, у нас, в нашем музее все очень... Во-первых, а, очень его любят, этот музей. Во-вторых, в общем, очень на многое пойдут, чтобы всем посетителям было интересно, в общем, что получилось. Я думала, миф о животных имеется в виду какие-то стереотипы, которые вы будете развивать. Ну, мы-то это делаем регулярно, на самом деле. В нашей выставке у нас есть... В природе есть чудесный проект, который называется «Натуральные истории». Он был в выставочном формате, сейчас он в лекционном формате. Это как раз-таки развенчивание мифов о животных, да. То есть, когда считается, например, там, что какой-нибудь там, я не знаю, хомяк милый, да. А на самом деле хомяк по своим повадкам и привычкам сущий монстр. И, в общем, если вот посмотреть на его поведение, он жрет как не в себя. И агрессивен страшно, там, и бросается на животных. Не хомяк, а крыса. Жуть вообще. И вот таких проектов-то очень много, то есть, они, на самом деле, популярны и часто заказываются и в природе, то есть, и как в виде выездных лекций, и в виде экскурсий. То есть, про это мы говорим. А здесь мы хотели вот еще, еще глубже как мы. То есть, совершенно, вот прям, прям вот внутренние какие-то жизни, истории и, в общем, то, чего никогда никому никто. Будут еще какие-то игры. Игры, да. Вот, я и хотел поинтересоваться, что за интерактив. Игры будут тоже природные. Значит, мы, во-первых, покажем палеонтологические вот фрагменты различных костей и так далее. Там можно будет при желании там поопределять, что это такое. Потом, значит, один из наших гостей будет, в общем, показывать, как нужно гадать на гостях, как делали это древние люди. Вот это будет игра и в бабки, и какие-то гадания. Вы расскажите про игру в бабки. Что это такое? Может быть, мы и я дома поиграем? Это, на самом деле, тоже вариант гадания, который, вот, собственно, использовался у нас на территории Сибири. Это когда используется косточка, пяточная кость барана. Ну, в общем, овечки. Так она маленькая, да. Ну, в общем, и они... Любая чужая, другая пяточная кость не подойдет. Нет, мы-то бизонью будем метать, поэтому это будет еще интереснее масштаб. Вот, и вот эта вот пяточная косточка там определенным образом обрабатывается, на нее наносятся какие-то знаки там, в общем, потом она бросается. То есть, ой, ребята, приходите. Вот вы там битву экстрасенсов устроили. Дома не получится. Почему? Нужно специальные какие-то символы, говорите на носить. Костей бросать. Это традиционный вид гадания, на самом деле, который использовался с присутстви с народом. Что значит там? Вы знаете, я вот, к счастью своему, про это не запомнила. Ничего я не знаю. С языческих времен, да? Да, да. Так что это такая вот история, которая будет с природным колоритом, но мне кажется, тоже интересно. Но, в любом случае, ничего плохого эти кости и бабки не предскажут, это сто процентов. Ну что, после ночи музеев, после, точнее, ночи в музее, ближайшие мероприятия от музея природы какие-то еще ожидаются, готовятся такие крупные масштабные? Да, природа у нас работает, в общем, активно. У нас вообще, как вы помните, гигантское количество филиалов, и каждый мы развиваем отдельно. Вот природа в этом году участвует в совершенно потрясающем проекте выставочном. К нам приезжает та самая мамонтиха Люба, которая была найдена, собственно, на севере, в Салихарде она хранится. То есть это подлинная мумия мамонта, которая будет экспонироваться вот уже осенью в Новосибирске, в музее природы. Это будет большущая, сложная, палеологическая выставка. Наша Матильда будет, я думаю, наоборот, рада, что к ней приехала еще Люба. Девочки же, девочки. Поэтому, в общем, они, мне кажется, прекрасно проведут время. Ну и все гости нашего города и гости вокзальной магистрали, музея природы тоже, мне кажется, очень с удовольствием посмотрят на вот такой... Ой, не хотела бы я быть охранником вашего мумия. Ой, два мамонта в одном помещении, это страшное дело, конечно. Спасибо, что пришли. Как всегда, вы не отделаетесь от нашей рубрики. Спасибо, что пришли. Тем более опыт есть. Встречать таких гостей. В прошлый раз рассказывали дичайшую археологическую историю, что на этот раз принесли. Ну, тоже дикость, как обычно. Нельзя же отступать от своих правил про природу, про музей природы. Музей природы у нас уже очень давно существует. И вот в 80-х годах, когда я была еще совсем юна, с бабушкой, с моей... У меня, в общем, бабушка повела в этот музей. И это была какая-то, в общем, тоже муай, по-моему, то есть жарень была сумасшедшая. Почему я и юная в новых сандалиях. Иду с бабушкой в музей, мы приходим... Новые сандали, это важная часть истории. Новые сандали, это такая красивая часть истории. Мы приходим с бабушкой в музей первый раз. И там как-то так, вы знаете, в общем, такой советский конкретный хороший музей. Многочуть, лось стоит, озеро пластмассовое. То есть такая стандартная красота. И тут я так поворачиваюсь, и на уровне моего небольшого роста в глаза мне просто, вот, глаза в глаза смотрит чудовищная лиса. Ну, то есть она чучело, конечно, но она прям в аскале, в мраке, жуть. Я, в общем, теряю до речи. Говорю, бабушка, можно мы отсюда уйдем? Она говорит, да-да-да, уходим. Я говорю, и никогда больше я не приду в этот музей. Она говорит, внученька, согласна все. Мы с ней уходим. Благополучно, больше 20 лет я не хожу в Крымический музей. Бабушке не вру, значит, в общем, как-то мы с ней душа в душу живем. А потом, когда я попадаю уже в музей работать, и мы начинаем строить экспозицию, как раз вот новую экспозицию в вокзальной магистрали природы, я рассказывала об этом коллегам, меня за руку хватает, приводит, сидит, понимаете? Это 20 лет спустя. Та самая, да? Та самая, да. Обалдеть, может, призрак из детства, вот это травма. Судорогой по спине, смотрю на нее. Ну, мы, конечно, я вам говорила, коллег, и лиса теперь у нас не сидит в экспозиции, она сидит в хранении. Я каждый раз хожу и говорю, я вот просто лиса помню про тебя. Это детская травма. Ничего себе, вас как тряхануло-то, что даже с коллегами пришлось договориться, чтобы ее убрать. И оттуда у меня пошло совершенно дурацкое хобби. Я с тех пор, когда увидела эту паразитку еще раз в хранении, собираю теперь фото лис. У меня есть всяческих музеев, и на самом деле подборочка уже большая, не только российских музеев, но и зарубежных всяческих. И вы знаете, лисы везде чудо как хороши. Кроме нашего музея. Да, то есть она как-то, видимо, в контексте, просто она меня поразила. Вот, поэтому, в общем, лисы, музей природы, музей. Фотографии – это хорошая привычка. Хорошо, что вы не носите святую воду. Собо-профиль. Спасибо большое, Юлия Шклина. И мы тоже говорим всем спасибо за внимание. До завтра в студии Радио 54. Для вас работали Талалаева Настя. Александр Часовитин. Виолетта. Всем добра и позитива. Живите интересно.